Переведено и озвучено Никмос Моё официальное имя при рождении LanguageSim, и я гиперполиглот гигачатский альфа-самец, которого хочет каждая женщина И мужчина на планете Сегодня мы поговорим о 10 важных языках будущего Я дам вам свои прогнозы на то, какие языки станут наиболее влиятельными в глобальном масштабе примерно в ближайшие 100 лет Я сделал об этом шорт месяц назад, но за это время многое изменилось, поэтому немного обновлю свой список для вас Ребята, если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться, влепить лайкос, без лишних слов, давайте начнем Номер 10. Индонезийский Индонезия является четвертой по численности населения страной в мире после Китая, Индии и США Количество носителей быстро размножается, так как индонезийские матери очень быстро штампуют детей Гораздо быстрее, чем в других самых густонаселенных странах Индонезийский простой язык, написанный американским алфавитом с простой грамматикой и произношением Делая его очевидным выбором для объединяющего азиатского языка Единственная причина, по которой индонезийский находится так низко в этом списке, заключается в том, что глобальное потепление, вероятно, кори заставит эту страну уйти под воду Но даже если они смогут предотвратить это или вторгнуться в Австралию, индонезийский, несомненно, станет доминирующим языком в регионе Это, вероятно, самый простой азиатский язык для изучения, что и манит американцев, которые хотят выучить язык, чтобы доказать, что они не расисты Номер 9. Туркменский Это тюркский язык, на котором базарят около 5 миллионов человек В основном в среднеазиатской стране Туркменистане Туркменистан охренительно силен, поскольку страна возникла на территории с обилием ресурсов, в основном природного газа К сожалению, эта страна отстойно использует свои ресурсы для получения богатства и влияния в мире Поскольку нация подверглась лютому диктаторству при Гурбан Гулы Мялик Гулыевич Берды Мухамедову С 2006 по 2022 год Диктатор держал страну очень изолированной и забытой Поэтому сегодня никто не изучает туркменский язык Однако в марте прошлого года был избран новый президент, который мог перевернуть страну И таким образом продемонстрировать миру туркменский язык Новый президент — сын предыдущего диктатора, так что не задерживайте дыхание Но если эта страна сможет понять, как разумно использовать свои ресурсы Туркменский может стать глобальным языком в ближайшие несколько десятилетий В 2050 году вы не сможете найти работу без идеального знания туркменского Номер 8. Бразильский и португальский Я верю, что португальский с привкусом Бразилии станет одним из основных мировых языков в ближайшем будущем Я не поддерживаю насилие Но с Лулы снова у власти Бразилия может захватить всю Латинскую Америку И оказывать огромнейшее влияние во всем мире, во время и после Третьей мировой А они могли бы начать захваты этих стран Ибо неужели Франция действительно позаботится о том, чтобы отправить войска во французскую Гвиану А бразильцы могли бы нанять своих лингвистических братьев в Анголе и Мозамбике для помощи И я бы боялся мозамбикцев, потому что просто взгляните на их флаг Португалия, очевидно, не могла бы Но, честно говоря, если бы Бразилия просто отправила по 50 фавельских парней из каждой страны Южной Америки То всех можно было бы легко заставить говорить на португальском Испанский будет объявлен незаконным Единственным реальным сопротивлением будут немцы, скрывающиеся в Аргентине Но это не проблема Номер 7. Токипона Хоть я и не фанат выдуманных языков, но Токипона действительно уникальный Кван Ланг Созданный этой гигачадихой в 2001 году Это должен быть самый простой язык для изучения И после двух дней его изучения я могу сказать, что это определенно самый простой язык, который я когда-либо изучал Грамматика безумно проста И это только около 140 слов, одно из которых означает енот На моем дискорд сервере проходит 30-дневный челлендж Токипона, где мы все вместе надеемся быстро заговориться на нем И я думаю, что через неделю или две на нем будет комфортно говорить Токипона имеет серьезный потенциал для того, чтобы стать глобальным мировым языком Потому что это так весело и легко дается людям любого происхождения Эсперанто пытался стать глобальным лингва франка Но Эсперанто — это расизм и хуйня Когда одноязычные бета-версии мира начинают понимать, насколько важно изучение языка Токипона станет отличным стартовым наркотиком для начинающих полиглотов Потому что моделирующая вас бета-версия может стать двуязычной в мгновение ока Если они только что выучили Токипону Номер 6. Японский Сразу хочу сказать, что я никогда не выучу японский Я не карлик, и я не смотрю аниме Однако, давайте будем честными 2D вайфу и роботы — это будущее А 2D вайфу довольно неотразимы Япония на световые годы впереди нас Их и технологии быстро развиваются В случае Третьей мировой войны Японское правительство, вероятно, создаст роботов с щупальцами Которые завоюют мир и заставят всех нас учить язык аниме Будущее мрачно, но мы будем сопротивляться Но, к сожалению, я не удивлюсь, если все мои будущие внуки Будут вынуждены учить японский, начиная прямо с детского сада Номер 5. Албанский Я буквально понятия не имею, что происходит в Албании И это подозрительно Я много знаю о мире, так почему же я ничего не знаю об Албании? Скорее всего, албанцы планируют что-то грандиозное Так что я не удивлюсь, если албанцы захватят Канаду Или Южную Корею через пару лет Но, несмотря на их планы, албанский язык является просто Самым красивым звучащим языком на планете Это изолированный язык Что означает, что он не похож ни на один другой индоевропейский Я думаю, что есть большой шанс, что до 2100 года Все искусство, включая фильмы, музыку и телешоу, будет исключительно на Албанском Даже в Соединенных Штатах Номер 4. Иврит Шучу Фарси Теперь, когда американцы ушли с Ближнего Востока, пришло время для новой страны установить господство в регионе Я думаю, что Иран находится на траектории превращения себя в очень миролюбивую глобальную сверхдержаву Следующие несколько десятилетий Страна также очень красивая И я твердо верю, что Иран скоро станет Флоридой Ближнего Востока То есть люди будут стекаться туда на водах Так как много людей путешествует в мир Диснея, то есть в Тегерана Людям со всего мира нужно будет выучить фарси, делая язык более важным в глобальном масштабе Это супер красивый и уникальный язык, написанный гигачатским арабским письмом Но технически это индоевропейский язык, а это означает, что жителям Запада легче его выучить, что увеличивает его шансы стать глобальным языком Номер три. Чадский арабский Я не очень суеверен, но все звезды сошлись на этом названии Страна, в которой говорят на этом языке, называется Чад Вы не слышались? Чад! И страна даже выглядит как гигачат Они даже говорят на диалекте одного из самых, если не самых, чадских языков в мире, на арабском К сожалению, Чад — одна из самых бедных стран в мире, но я виню во всем географию Они застряли в основном в пустыне и заперты как рыба, не имеющая доступа к океану Поэтому, если в будущем Чад сможет отрезать себя от Африки и добраться до одного из идеальных местоположений Я считаю, что народ Чада мог бы занять место в первом ряду, на мировой арене И число носителей чадского арабского взлетит со скоростью звука Если бы Чад находился недалеко от восточного побережья Соединенных Штатов, Американцы, вероятно, предпочли бы базар на арабском, вместо испанского Номер два. Северокорейский Вы знаете, как усердно играют актеры, чтобы попасть на сцену свидания? Вы знаете, как вас привлекает кто-то, кому вы безразличны? Ну, это то, что Северная Корея делает с нами в течение последних нескольких десятилетий Каждый из нас, у кого есть мозги, хочет поехать в Северную Корею Но правительство настолько токсичное и кринжовое, что мы не можем туда поехать Что заставляет нас хотеть поехать туда еще больше? Если бы мы могли просто убедить кореша Кима в том, что Роблокс это круто И объяснить ему, как было бы круто, если бы у всех людей было бы достаточно еды Может быть, Северная Корея могла бы открыть свои границы в ближайшем будущем Все до единого планировали бы поездки в Пхеньян, а учебники северокорейского языка разлетелись бы с полок магазинов быстрее, чем туалетная бумага во время коронавируса Все в мире научились хотя бы разговорному северокорейскому, а это значит, что он может обогнать американский язык как бизнеса, так и дипломатией в 21 веке И самым важным языком в будущем будет... польский Достаточно Слишком долго Польша была европейской боксерской грушей Настало время, когда польский язык станет дефолтным языком для каждого европейца Если поляки смогут сплотить своих фембоев, вооружат их и начнут наступление на восточном и западном фронтах, я предсказываю, что Европа будет выглядеть так в 2050 году Поэтому каждый европеец будет учить польский как второй язык, то означает, что он станет глобальным языком торговли, путешествий и дипломатии В 2070 я уверен, что Польша может продолжить свою экспансию, и они, скорее всего, займут все страны, показанные на этой карте Польский также очень красивый язык, с простой фонетикой, так что, скорее всего, он так и распространится, даже без насилия Ну что ж, а на этом все, ребята Для вас старались я, Антолха Несменный голос этого канала Никита Он является несменным монтажером этого канала И другой Никита, наш переводчик Тоже несменный Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, в Телеграме, на канал Обязательно подпишитесь Поставьте лайк Напишите какой-нибудь интересный комментарий Понравился ли вам этот видос или нет И огромное всем вам спасибо за просмотр Увидимся!